Группа, лиц, которые участвовали в трёхдневном фестивале в Турции. Я приглашу их сюда сейчас, чтобы они поделились. Бойцы? С кого начинаем? От кого же ты заплачни? С девчонком? Я не очень подготовилась. В общем, обычно, когда я ездила на эту конференцию... Обикновенно, когда я путала на эту конференцию... Вообще всегда, там нужно очень много служить. Винаги трябва да слушаешь много. И на эту конференцию я тоже поехала много служить. И на эту конференцию също отидох много да служа. Но у меня не получилось. Но не ми се получи. Потому что она уже подросла и была намного тяжелее. Потому что... За чтото дитето е пораснуло и не се получавало. И мне сказали, там, типа, иди гуляй своими делами, занимайся. И на мен са ми казали, утивай върши се нещата. Я сначала расстроилась. И аз първо се расстроих. Потому что я приехала служить. За чтото аз дойдох да служа. Но потом я сидела с ней постоянно почти в номере. И она же два-три раза в день спит. И так как я не взяла ноутбук и вообще ничего с собой. И так как не сам взяла лаптопа и нищо со себе си. Я решила спать с ней. Аз реших да спя со с нея. И получилось так, что Бог мне организовал такой отдых. И се получи, че Бог таками организирал почивка. И я наконец-то выспалась. И най-накрай се наспах. Да, это что-то невозможное выспаться на трез дес. За что-то ничто невозможно да се наспиш на трез дес. Но оно случилось. Но това се и случило. Вот. И я туда поехала. И я чувствовала, что духовно я там вообще как будто ничего не получаю. И аз отсидох там и усещах, че духовно ничто не получавам. Но меня поставили помощником лидера в молитвенной комнате. Но мы поставили помощница на лидера в молитвенной стая. И у меня все-таки получилось послужить, рассказать свое свидетельство молодым девушкам. И се получи да послужи, да расскажи свое свидетельство на младие жени. И там как раз я приехала, я хотела получить исцеление. И аз отсидох там и искать да получи исцеляване. Потому что у меня после беременности, немного до, очень сильно мучают экземы. Они очень сильно чешутся по всему телу и повылезали. За что след пременностой излиза экзема по телу, там и телу, ими притесняващи. Вот. И мы там помолили за это. И там се помолихме за това. Но я чувствую, что еще больше чешутся, ничего не проходят. И аз усещам, че все повече сърби, нищо не минава. И потом мы пообщались еще с многими там моими друзьями. После общувахме с многото ми приятели там. И у многих очень таки, довольно таки тяжелые болезни есть. И повечето имаха такива по-тежки болести. А я сейчас напрямо очень сильно расстроилась. Я говорю, но Господи, но почему? Вот, они же тебе служат, они молодые, они таки здоровые. И ручишь, должны быть все здоровые. И аз се расстроих, защото те са млади и имат много болести, а те всъщност са млади вярващи. И защо имат такива болести? И у меня прямо очень было больно. И ме болеше много. Между этим надо рассказать еще кое-что. Между другото трябва да расскажа още нещо. Ладно, пока с этим закончим. И короче, я по пути домой молилась об этом тоже. И аз по пути вкъщи се молих за това. И когда я приехала, я получила, что у тебя же есть молитва про возглашение. И аз когато дойдох, получих отговор, имаш молитвата на про возгласение. И аз всъщност знам за нея. И я и пользуюсь. Ползвам се от това. Но это так, раз в месяц попробовала, не получилось, но ладно. Но това е веднъж на месяц. Станало не, еми тогава. И Бог мне просто проговорил, что у тебя есть сила и власть. И Бог мне казал, имаш сила и власт. Изгонять болезни. Да прогонваш болести. Но для этого тебе нужно постоянство. Но за това ти трябва постоянство. И я решила, я буду делать это каждый день. И аз реших, че ще го правя всеки ден. Я каждый день стою. Всеки ден ставам. И я поняла, что для этого нужна вера. И разбрах, че за това трябва да имаш вера. Потому что чувствуешь себя немного странноватым, когда говоришь, болезни, болячки, уходите вон. Защото се чувстваш много странно. Пойми се за греша. Когато казваш болести, болести, заминавайте и в името на Исус. Как бы в реальном мире нам легче намаз с мазями какими-то выпитаблеточки. В реальном мире е полезно да се намажеш с някаква маз. И как бы я поняла, что для этого нужна реально вера. И я сразбрах, че за това не треба истинская вера. Дисциплина. Дисциплината. И вот как мы уехали с трездец, я каждый день провозглашаю, что я исцелена. И как то сми заминали трездец, всеки ден провозгласим, че сам исцелена. Что мое тело исцелено. Чему это тело исцелено. Что экземы просто уходят прочь. Что раздражение уходит прочь. Зуд уходит прочь. Экземите минава, то всичко заминава. И все. И как бы у меня почти они прошли. И почти ми минаха. Поэтому я вот хочу призвать всех верующих, если у вас есть какие-то такие болезни, то просто реально попробуйте каждый день провозглашать, что я исцелена. У меня нет этой болезни. Искам да кажа на всички верващих, ако имате някакви болести, трябва всеки ден да провозгласите. Просто интересно, что получится из этого. Стоит попробовать, я думаю, вместо того, чтобы мазаться всякими мазями. Да, интересно е, какво ще се получи вместо да се мажете с някакви музела. Это тоже, конечно, надо. И това за что, ну? Вот. А, второе, то, что я приехала на Трездес, и я говорю, господи, я не хочу уехать отсюда прежне. Я же зачем-то сюда приехала. Но мой запрос был расплывчатый такой, как бы, измени что-то во мне, но я не знаю, что. Но моя мисла была много безграницей, была. Промени нечто в мене, но не знам какво. И так получилось, что, как бы, в последнее время я очень сильно уставала. И така се получи, че през последнее время много сам се измарила. И очень часто в мене было такое, что, типа, мне надо идти там с ребятами увидеться, с служение молодежное. И в мене имаше това, че трябва да отида да се видя с молодежи, да помагам в молодежкото служение. А внутри у меня такое, но я не хочу, я устала. А вътре имам такова, и ми не искам, изморена съм. И иногда даже, когда я не сильно уставша, это уже как привычка, така, но я просто не хочу никуда идти, мне вот тут хорошо. И даже и да не съм много изморена, вече ми е навик, не ми се иска, тук ми е добре. Прям чувствую, что плоть, как бы, так пробудилась, наверное. И усеешь там, че плод се освободила. И Бог так сделал, что весь трез дес почти со мной была одна подруга. И Бог така направил, че цели трез дес со смене била одна приятелка. Которая тоже говорила, блин, я устала, я, можно, не, это не буду делать, туда не ходить. Която я казвала, и ми много самоизморена могли до него оправят, там да не ути вам. Я вот с этим не хочу видеться, он меня раздражается. С этим не хочу общаться, он там это. Дразни от меня тоже не искам да общувам. И Бог мне как бы со стороны показал, как я иногда выгляжу. И Бог от страни ме показал, как всъщност исклеждам понякога. И мне стало очень стыдно. И станало ме много срам. Бог меня так обличил. Бог така ме обличил. И Бог мне показал, что Иисусу прям очень больно в такие моменты. И Бог я показал, че на Иисус много му боли в тези моменти. Когда мы не хотим общаться друг с другом. Когато не искаме да се общуваме един со другом. Потому что Бог нам дал друг друга именно для этого. За что-то Бог не дал един друг точно за това. Я вот прям почувствовала, что Иисусу больно, когда мы вот так вот пренебрегаем другими. И я сразбрав, че на Иисус му боли, когда мы так пренебрегвами другите хора. Вот, и поэтому я уехала оттуда и у меня как бы я и выспалась. Я заминала там Иисуса, что я и наспала. И духовно я получила, и прям у меня такое... Я чувствую, что я реально изменилась. И духовно усеешь там, че сам се променила. Хотя ничего не делала почти. Впреки, че не сам правила нечто особенное. Слава Богу, это мое свидетельство. Я не знаю, я, наверное, первого человека слышу, который выспался на Трес Диас. Мисля, че твой первый человек за кого-то чувал, какой-то сей наспал на Трес Диас? Потому что, ну, я не выспался, я точно не могу это сказать. За что-то я не сам сей наспал, това точно могу докажа. Вообще для меня это первый опыт, да, поехать на Трес Диас. Я ехал как кандидат. За мен бейший первый опыт до утида на Трес Диас как кандидат? Я не знал, чего ожидать. Не знаю, как подолчак вам. И никой нищо не я казвал. Эти три дня, т.е. они были наполнены Словом Божиим. Тези три дни са били наполнены с Божиото Слово. Божиим прославлением. С Божиото прославление. Очень много новых знакомств появилось. Много запознанства се появиха. Мы даже с ребятами создали группу и до сих пор общаемся, поддерживаем друг друга. Даже с момчета създахме группа и все още се общавме, поддържаме връзка. Да. Я первое време... Първото време? Ну, когато приехал вообще в Българию. Когато бейдох в България. Я не знал, как именно двигаться, ну, служить Богу здесь. Не знаех как да служа на Бог тук. Да. И я молился о том, чтобы Бог показал, да, чрез конференция, чрез атмосферу. И аз се молих Бог да покаже чрез конференцията, чрез атмосферата. Да. И я получил ответ. И аз получих отговор. О том, чтобы служить именно как евангелист. За това да служи като евангелист. Да. И говорите о Боге. И да говоря за Бог, за Исус Христос. Да. Но это, если коротко, мое свидетельство. Кратко, мое то свидетельство. Да, спасибо. Благодаря. У меня недели за три до тресдеся начались такие испытания. Три седьмите приди тресдеся не започных испытаний это. У меня получается работа встала на паузу. Работа там я спряла. Были клиенты, были показы. И мы их клиенты, и мы их огляди. Я чудесным образом находил варианты, которые там в полтора-два раза по цене ниже рынка. По чуден начин на мирах цените, които са один пати половина, два пати по низки цените, от колокто на устанали. Но люди даже не отказывались, не находили другое, а просто я подумаю. Но хората не са себе отказывали, не заказывали, что погледнем нечто другое, просто заказывали, не ешьте помыслям. И многие говорили это просто, могли думать неделями. И повече-то заказывали така, и са могли да мыслят седмици наред. Хотя было забавно, до этого я мог предложить варианты, там, наоборот, в полтора-два раза выше рынка. И забавно то е, че я могла предложить цените один пати половина, два пати по-високий от пазара. И люди соглашались. И хората са се согласявали. А тук, ей така. Плюс по здоровью были периодически проблемы и возникали. Имах и проблеми с здравето от време на време. То я просыпался ночью с сильной болью в сердце колющей. Събуждах се през нощта с силна болка в царцето. То у меня целый день просто не было никаких сил. Цял день нямах сили по някога. И было такое супер истощение. Имах супер истощаване. И вот мы посчитали, сколько там нам нужно на конференцию, на дорогу, что постаться. И ние приброихме, колко ни трябва за конференцията, че после да останем. И получалось, что мы просто из последних денег туда едем. И се оказа, че последние пари даваме за това. Я думаю, нас ничто не остановит, мы решили послужить, поедем служить. И аз мисля, че нищо няма да ни спре, ние решихме да служим, ще утидем да служим. И самое забавное, что в день отъезда. И най-забавното в деня на тръгването. Мне пишут два клиента, а мы готовы брать. Пишут ми два клиента, ние сме готовы да взимаме. Я им говорю, ну во-первых, эти варианты уже забрали. И аз им казам, първо, тези варианты са ги взели вече. Они говорят, ну мы можем на днях посмотреть еще и другую взять, мы уже готовы. Да, мы можем да погледнем сега тези, идните дни, някои други обекции. Я говорю, вы можете посмотреть, можете взять, но уже не через меня, я уезжаю. И аз казвам, вы можете да погледнете, можете да вземете, но не через мен, аз заминавам. Людей это удивило, конечно. Хората ги изненадат това. Но я принял решение, мы едем, мы поедем служить. И вот мы первый трез, когда проходили в Турции. Я был в отделе администрации. Это можно сказать, главные там. И они как бы участвуют везде, но и в то же время и нигде. Те участвуют на всякъде и всъщност никъде, едновременно. И така у них особенность, что выдают рации с наушниками. И такава особенность има, че дават рация с слушалка. Я шутил, что у меня голоса в голове есть. И аз се шегувах, че имам голосове в главата. Но это очень утомляло тогда, потому что тебе постоянно говорят с разных отделов что-то вот в это ухо, допустим. Но това много ме измаряше, защото постоянно от различни отдели ти казват нечто в ухото. А тут перед тобой говорят уже в это ухо, вживую. А тук пред теб, всъщност, казват в другото ухо, наживо. Я такой думаю, и плюс я не чувствовал какой-то реализованность, потому что, как я говорил... Ясно, я срещах реализираност. Как бы и везде должно быть, но при этом мы и толком ничего не делаем. Всякаш сме на всякъде, но всъщност нищо не правим. Конкретного. Нищо конкретно не правим. И плюс, ребята, таки все были на администрации, все серьезные. Плюс всички те хора, които са били в администрации, то са били много серьезные. А я всегда люблю хи-хи, ха-ха, там шуточки, прибауточки. Аз много обичам така, да се шегувам, хи-хи, ха-ха. Я их тогда только к последнему дню разговорил. Только к последнему дню мы начали шутить, прикалываться. И аз саш на самоком последний день успях малко даги разговаря, да се шегуваме вече со стях. Но тогда на том тресе я разговорился с ребятами, которые служили там в отделе сетапа, так то принести, унести там, передвинуть. Вот Сергей знает. Аз се общувах с други хора, които са от другия отдел сетап. Те всъщност разнасят нещата на различни места. И когато попълняли декларация на тази трездиез, там можно было записать, где ты хочешь служить. Можеш е да запишеш, къде искаш да служиш. Но я не записал, думаю, Бог усмотрит, где я нужнее. И аз не записах и всъщност помислих, че Бог ще ми сложи там, където трябвам. И нам получается, ну не говорили долгое время, кто где будет. Долго време не са ни казвали, кой къде ще бъде. И за день до конференции. И един ден преди конференцията. Мне написали, ты в сетапе. Писаха ми, че ти си в сетапе. Я радвался. Я столква се радвам. Пять минут. Пять минути. Потому что мне потом сказали, а ты лидер этого отдела. Ми казаха после, че ти си лидер на този отдел. И во-первых, ты первый раз, ты еще толком не знаешь, что там нужно делать. Първо, ти си за първи път и не знаешь горе долу какво да правиш. А во-вторых, что самое печальное, у лидера этого отдела тоже есть рация и наушник. И най-тъжно то, че лидер на този отдел също има рацията и слушалката. Я понял, что голоса в голове у меня будет и на этом трездиесе. Но все прошло хорошо. Но всичко мина добре. У нас служителей было очень много. Имаше много служителей. Поэтому если брать по отношению служения к участникам, я не сильно получил какого-то духовного роста и подъема. Ако говорим за служението к участниците, не усетих някакво духовен рост. Но я больше взаимодействовал со служителями. Но аз повече взаимодействах со служителите. Было много ребят, которые лидеры молодежных служений. Имаше много хора, лидеры на молодежкото служение. И они говорили, что у них такие, такие, такие проблемы, трудности, стопоры. И те са казвали, имаме и такие, такие трудности, проблемы. И когда я говорил, как у нас идет все там рост, развитие. И когато казвах, как при нас върви рост, развитието. И они интересовали и спрашивали, как мы это делаем. Те са се интересовали, как го правим това нещо. В итоге вот ребята из Турции заинтересовали организацией палаточных лагерей. И вслышно с хората в Турции са се заинтересовали в организированието на лагеря с палатки. Поэтому у нас уже есть приглашение помочь организовать. Вече имаме пока надо помогнем. И летом у нас как минимум будет два лагеря. Один у нас тут, один в Турции. И през лято, что имаме два лагера. Один в Турции, один тут. И еще, чем мы послужили, это у одного прославителя. Още с какого послужихме? Один хвалитель. Есть сын восьми месяцев. Но они не приехали. Только он приехал, а жена с ребенком остались дома. Но те не са дошли, само той е дошел, а супругата с детето са останали в къщи. И они видят, как мы с Абичка везде, по коридорам это, служим. И те виждат, как ние с Абичка сме из коридорите, служим. И они таки, а как так вы решили с таким маленьким ребенком поехать? И питат, как така сте се решили с малкото дете да дойдете? Я говорю, ну во-первых, у нее это уже второй трез. Каза он, първо, това вече и втория е трез дези. Мы были на первом, когда я была четыре месяца. Бехме на първе, куда я была на четыре месяца. Там у парня глаза еще больше стали. Но он сказал, благодаря вашему примеру, на следующий трез я тоже приеду с женой и с ребенком. На то и казал, че благодарение на ваш пример, а с на следующий трез дед, че дойдет со супруга и детето. Абичка там себя очень хорошо чувствовала. Абичка много добрее себя чувствовала там. Она там была в роли аниматора. Била и като аниматор там. Она всех веселила, всех радовала. Всички ги радовала. И был забавный момент. Имаше един забавен момент. Когда половина, где-то челок 60-70 собрались в холе, там встречаются участников. Когато половината от служителите, 60-70 души, се събраха в коридора да служат. И там Абичка что-то им. Э, э, э. И Абичка им вика нещо. Э, э, э. И Алла говорит. Она иногда делает вот так. Э. И Алла показывает, че тя понякога прави така. Э. И я говорю, Абичка, ну сделай вот так вот. Э. И аз казам, Абичка, ми направи така. И она с таким сериозным лицом така. Э. И тя така с сериозното лице. Э. И вот просто весь холл, там 60-70 человек это все увидели, как давай смеяться. И целый холл увидели, что 60-70 человек из-за почвы со мной не смеют. Если перед этим все уже хотели спать, потому что все были уставшие. А ку приди, то все искали за спец за что-то, собили измурение. А тут их Абичка прям взбодрила. А тук Абичка ги собудила. И что больше мне было непривычно на этом трессе. И как вам я было на ней непривычно? Странно ту? Тук? На този тресс дес. Помимо того, что я был лидером отдела. Освен това, что я был лидером отдела. Там все знали, что я молодежный пастор. Всички са знали, что я молодежный пастор. И обращались ко мне только пастор и на вы. И са се обращали като пастор и на вы. При этом ребята старше меня там на 10-15 лет. А всъщност тези хора са били 10 години по-големи от меня. Я говорю, ребят, мне 26, можно хотя бы не на вы? Я их не убедил просто ко мне по имени обращаться. Я остался пастор. Не успях таки убедят само по имени да се обращат. Останах пастор. Но хотя бы на ты. Но по не на ты. И было забавно это смотреть, слушать. И беше забавно до гугледам, до гуслушам. Потому что они подходили, пастор, что нам делать? Защото идваха при мен и казват, пастори, какво да правим? Ну там в принципе логично. Ну ладно, давайте по рука вожу. И аз казвам, ими там е логично, но айде добре ще ръководя. И с большинством ребят из моего отдела мы прям очень хорошо сдружились, разговаривали. И с повечето хор от моего отдел си сприятелихме, говорихме. Шутили. Шигувахме се. Пару ребят, но они из корейских церквей, таких более строгих. Няколко човека, те са от корейска церква, са били по-строги. И аз нещо, се изшигувах, всички са се смеяли. И един пора се говорит, зачем вы так шути, вы же пастор. И един се бръща при мен, защо се шигувате така, нали сте пастор. Извиниме, брат, извиниме, брат. И было очень непривычно в этом плане. Било е много не свикнуто за мен това. Но при этом, несмотря на то, что мы в начале, после треса не были на таком подъеме как прошлый. Но я еще раз убедил се, что находимся мы на правильном месте. Что носим правильное служение. И уже когда мы гуляли, общались с нашими друзьями по Стамбулу. И когато вече вървяхме и сообщувахме с нашими друзьями из Стамбул. Я зарядился. Аз се зарядих. И понял, что в принципе. И разбрах, че по принцип. Мы здесь с нашей командой молодежи. Ни тук с нашим екипом от младежите. Можем организовать конференцию не хуже, чем организовалась там. Можем да организираме конференция не после тази, която е била там. При этом нам не нужно будет такое количество людей. Вопреки, че няма да не требат толкова много хора. Что слава Богу, Бог нас собрал всех тут. Слава на Богу, че Бог не е собрал всичките тук. Настолько талантливых, которые отдают свою жизнь Богу. Толкова талантливи, които отдават своя живот на Бог. Что 10-15 людьми мы можем покрыть все необходимые организационные моменты. Че с 10-15 души можем да покрым всички необходимые организационные моменты. И я даже на протяжении всей недели не думал о том, что у нас заканчиваются сейчас деньги, когда мы приедем, а на что мы будем жить. И аз цялата седмица си мислих, не си мислих, нали сега ни приключват парите, като се върнем на какво да разчитаме. И я неоднократно за последние 5 лет своей жизни в Боге наблюдал, что Бог заботится на каждом этапе. И вот получается я приехал и Бог сразу сделал так, чтобы у меня были сделки, чтобы я получил деньги, но и было на что жить. И да имаме върху какво да разчитаме, да живеем. Така че слава на Бога. Я еще раз убедился в том, что когда ты действительно ставишь на первое место Бога, още виднаш се убедих, когато поставишь Бог на первое место, служишь не от того, чтобы, ой, меня значит 30-60 и 100 раз благословят. Служишь на Бога не за что-то 36-100 кратышки ме благословят, а именно чтобы послужить людям, чтобы показать действительно, что есть Божья любовь. А за да послужишь на хората и да покажешь какво е истинската Божья любовь. Что Бог все усмотрит. Бог всичко ще усмотрит. Потому что не зря пишется ищите прежде Царство Божье, все остальное приложится. Защото не напразно пиши, търсайте от Парво Божьето Царство и всичко остануло, ще се приложи. Я об этом многократно убеждался, но вот по этой поездке еще одно подтверждение об этом. И при стова путованица, что получих подтверждаване на това. Спасибо. Благодаря. Всем привет. Здравейте на всички. Мне очень понравилось свидетельство ребят. Много ми харесова ха свидетельство та на младежде. Особенно свидетельство Ани. Особенно свидетельство та на Аня. И она когда сказала про подругу, я задумалась. И те когата? Расказа за приятелката, аз се замислих. Потому что я была рядом с ней тоже. Защото аз също съм била през целото време с ней. Но это меня замотивировало тоже следить за собой. И това също ме мотивираше да следя себе си. И не жаловаться так часто. И да не се уплаквам. Полкова често. А в целом Трездиас был крутым. А като цело Трездиас беше много годин. И там было намного больше людей, чем обычно. Там имаше много повече хора, от колкото обикновенно. И первая мысль в голове у меня была. И первая мысль в голове у меня была, че? Так много людей, зачем я приехала? Толкова много хора? За какво сам дошла? Там было 4 пианиста или больше даже. Имаше 4 пианиста или может быть повече? Но там пастор, который руководил нашим отделом. И там пастор, който руководил нашим отделом. Он сразу же сказал, не думайте об этом. То виднага я казал, не мислете за това. Потому что каждый важен. Защото всеки важен. И если он приехал, то он должен быть там. И ако я дошел, то и трябва да е там. Но в итоге все равно было чем заняться. И имаше какво да правим. Там в конце уже кто-то заболел, кто-то уехал. В край вечер някой се е разболял, се е заминал. И тогда уже было больше работы. И тогава имаше повече работа. А так еще я задумалась о людях, которые туда переехали. Я си замислих и за хората, които там са се изместили. Что в какой-то день они проснулись и Бог им сказал, уезжайте служить в Турцию. Че в някой ден са се саботили и Бог им е казал, заминавайте да служите в Турция. И, наверное, у них все было хорошо. И бизнес был нормальный, и работа, или учеба была. И сигурно всичко е било добре. Имелисо бизнес, работа, учение. И кажется, что я подумала, я просто начала слушать, думала, вдруг Бог сейчас мне скажет, уезжай тоже куда-то служить. Я слышно започнах и аз дослужим. Мож би, Бог ще ми каже, заминавай някоди дослужище. Но он не сказал, поэтому все хорошо. Но то я не казал, всичко е добре. Вот, ну в целом, да, будьте готовы слушать Бога, вдруг Он вам скажет, куда-то уехать. Като целу будете готовы дослужити Бог, мож би ще ви кажи, някоди да уйдете дослужити. Да, это все. Давай всичко. Давай всичко.